МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. Сегодня, как и обычно, несколько тем. Поговорим о том, что интересного, смешного или грустного окружало нас в мире, на Украине, в Одессе. Тема номер один, конечно же, встреча Трампа с Путиным в Финляндии. Все обсуждают каждое слово. Мало того, как сидели, как выглядели, как поворачивали голову, как здоровались друг с другом, на каком расстоянии, кто ближе, кто дальше протягивал руку. Смотрел украинское телевидение, там какие-то люди, которых я не знаю, с умным видом говорили, да-да-да, тут вот закусывал губы, верхнюю губу закусывал Путин. Это значит, что он рассчитывает на обоюдность и согласие с Трампом. То есть, понимаете, потом говорят, а вот он левомизинец, он почесал мизинец. Это очень серьезная тема. Вот если бы он почесал правый мизинец, это бы говорило о том, что он не очень уверен. А вот левый мизинец... Слушайте, я слушал этот бред и думал об одном. Я думал, послушайте, самое главное, надо сказать, две основные вещи, а потом, о самой главной, третьей. Так вот, две основные вещи это. Первое. В Твиттере Трамп назвал встречу с Путиным прекрасной. Это должно что-то говорить людям, которые занимаются политикой. И второе. Путин на вопрос журналиста о Крыме сказал, что Крым для Российской Федерации – это решенный и закрытый вопрос. Вы должны понимать, что тут поставлена точка в присутствии президента Соединенных Штатов Америки и, собственно говоря, еще раз всего мира. Но самое главное другое. Все обсудили все, кроме одного. О чем два часа, один на один, разговаривали Трамп и Путин? Этого не знает никто. О чем они договорились, может быть, тайно? Есть вещи, которые никогда не станут известными. Разговоры, решения. А есть вещи и решения, которые становятся известными, но со временем. И вот самый серьезный такой пример – это некие договоренности во время Нюрнбергского процесса. Представляете уровень этого судебного процесса, который с 20 ноября 1945 года по октябрь 1946 в 11 месяцев проходил, где участвовали представители Советского Союза, США, Англии, Франции. Там как бы вправо-влево не двинешься. И тем не менее была договоренность между всеми странами. Каждый говорил, что я бы не хотел, чтобы на Нюрнбергском процессе было сказано об этом или о том. И была договоренность со стороны Советского Союза, который поставил условие, что есть вопросы, недопустимые для обсуждения на Нюрнбергском процессе. И таких вопросов было девять. Это отношение Советского Союза к Версальскому миру, это советско-германский пакт 1939 года, это посещение Молотова Берлина, это посещение Риббентропа Москвы и так далее и тому подобное. Вот сказали нет. Девять вопросов обсуждаться не будут. Поэтому мы не можем сегодня знать, о чем говорили Путин и Трамп. А вот эти все предположения, этот сидел так, тот смотрел это. Послушайте, это два очень мощных политика. И более того, это представители двух самых мощных государств в мире. Поэтому, когда вот эти вот все доморощенные политологи говорят, «А, ну, мизинец, чесол, не, не туда, не туда пойдет». Одно вы должны понимать, что Украина в этой встрече не учитывалась вообще. А если учитывался вопрос по Крыму, то Путин дал достаточно ясный, четкий и, к сожалению, жесткий ответ. Кнесет страны принял закон, провозглашающий Израиль еврейским национальным государством. 63 депутата за. Этого достаточно было, чтобы этот закон прошел. В Евросоюзе очень сильно обеспокоились тем, что Израиль пошел по пути Украины. И теперь там будет титульная нация и национальное арабское меньшинство. Основной язык – иврит, специальный язык – арабский. К слову сказать, и надо это помнить, что Израиль – единственная демократическая страна на Ближнем Востоке, где уважают индивидуумов и права человека. Поэтому дискриминации арабы пусть не боятся. Для законопослушных граждан Израиля, из числа арабского населения, все останется по-прежнему. В Канаде прошел конкурс украинской красоты. Ну, думаю, что организовывала украинская диаспора. Каковы же критерии при отборе вот этих вот украинских красавиц? Критерии два основных. Первое – любовь к Украине. И второе – распространение информации об украинской культуре. А как же с красотой, собственно говоря? Я думал, что конкурс красоты – это внешность и все остальное. Теперь буду знать, что на конкурсе украинской красоты это не обязательно. Знаете, Канада вообще сыграла роль и в организации даже первых парламентских выборов. Бесплатно передали Украине 450 тонн бумаги для напечатания бюллетеней. И профинансировали издание распространения 100 тысяч брошюр украинского закона о выборах. Ну и, кроме всего прочего, сейчас выделила Канада в Украине 30 миллионов долларов на развитие предпринимательства. «Занимайтесь предпринимательством», – говорит Канада этим жестом. А вообще Канада уже выделила для Украины 400 миллионов долларов. У меня есть версия по этому поводу. «Делают все возможное канадцам, чтобы украинцы по возможности жили в своей стране и больше не приезжали в Канаду на постоянное местожительство». Вот у меня такое ощущение. Поэтому они готовы и на предпринимательство, и на все остальное только сидите дома. Может быть, я ошибаюсь. Хотелось бы. Хотя в последнее время я ошибаюсь все реже. Итак, макет государства под названием «Украина». В Николаеве, совсем недалеко от нас, на предприятии по защите животных сотрудники этого предприятия убили 100 собак и 33 щенка. Мотивируют собаки что-то злые, да и кормить их нечем. В общем, прекрасные и милые люди. Сумская область. Родители забили до смерти свою четырехлетнюю дочку только лишь за то, что ребенок не хотел кушать. Вы знаете, я постоянно смотрю передачу по интеру, которая называется «Стасуется кожного». «Стасуется каждого». Я вот смотрю на этих недочеловеков, которых приглашают на передачу. Эти убили своих детей. Те своих детей куда-то там выкинули в детдом. Эти детей кормят как собак из миски на улице. Те вообще голодом морят. Какие-то странного вида женщины, мужчины. Они не разговаривают друг с другом. Они лаются. «Не бреши, сама бреши, чтоб ты сдохла» и т.д. и т.п. Тупые, грязные, внешне уродливые недочеловеки. Из передачи в передачу. Из передачи в передачу. Я бы запретил эту передачу, потому что если ее посмотрят представители других стран, они Украина, они просто ужаснутся. И боюсь, что очень многое поймут про нашу страну. Посмотрите эти передачи «Стасуется кожного». Это очень любопытно. И те, кто еще сомневается, бежать отсюда или нет, я думаю, примут правильное решение, посмотрев 5-6 таких передач. Очень серьезное событие, происшедшее в Киеве. Нападение на здание НАБУ. Слабали мебель, ворвались помещения. Вот что об этом заявило НАБУ. Не исключаем, что сегодняшнее событие является сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследования НАБУ. Народным депутатом Евгением Дейдеем. Послушайте, Евгений Дейдея, народный депутат, это бывший грабитель, разбойник, который совершал грабежи граждан. По сути дела преступник, сейчас народный депутат. Почему меня это не удивляет? Ну и, собственно говоря, они жалуются, сотрудники НАБУ, на пассивность полиции, которая дала возможность прорваться в государственное здание, ломать там мебель. Я надеюсь, сотрудники НАБУ понимают, что они пассивные, потому что руководители у них активные, и все они из одной стаи. А все это произошло, потому что на прошлой неделе стало известно решение прокурора САП, этого Назарчика Холодницкого с таким румянцем застенчивым, прекратить дело в отношении сына Авакова и его бывшего заместителя, по делу рюкзаков. Помните там, в связи с продажей рюкзаков наворовались по полной программе? А дело в том, что НАБУ выразило категорическое несогласие. Налицо факт преступлений, какие могут быть прекращения уголовных дел. Понятно. И, кроме всего прочего, директор НАБУ связывает беспорядки с приближением заседания к квалифициально-дисциплинарной комиссии прокуроров по рассмотрению дисциплинарной жалобы, на руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назарчика Холодницкого. Понимаете? Тетушки какие-то прорвались в здание Национального антикоррупционного бюро. Это что, 17-й год, что ли? Будем сегодня брать здание, завтра вокзал, послезавтра почту, телеграмм. Но это действительно с подачей вот этих вот негодяев аваковских. Только с их подачей. Этот Киева, интеллектуал, тоже один из организаторов. Сытник, руководитель НАБУ, прямо так и говорит, и считает, что акция была организована сторонниками главы МВД Авакова. Это того, которого Янукович посадить в тюрьму не успел за кражу сотен миллионов с Харьковской области. Тогда Аваков убежал в Италию. Там ему неплохо будет житься, когда он попытается убежать еще раз. А попытается. У него там вилла на берегу моря. У него там фабрики по изготовлению сыра, пармезану. Развал страны. Вот эти факты они очевидно показывают. Меня очень часто спрашивают. И в письмах, и в телефонах. Что делать? Ну вот что делать? Вот это вот кошмар. Его можно прекратить? И я отвечаю, что лично я, и это мое личное мнение, считаю, что есть единственный выход. А выход такой. Обратиться к странам Евросоюза, к Соединенным Штатам Америки с просьбой. Перестаньте помогать Украине. Перестаньте помогать ей финансово, экономически и по другим направлениям. Пусть вот эти все Аваковы, Герасченки, вся остальная вот эта вот Шоблов из Верховной Рады, из Кабинета Министров, из Президента, пусть они сами поднимают любимую страну. А то они только вышиванки одевают в праздники. Я не уверен, или они перестают в этот день красть. Но, во всяком случае, вышиванки они одевают. И нет, давайте сами-сами страну поднимать будем. Что вы ходите с протянутой рукой? По прошайке. Все на Паниковского напоминают. Я как рассмотрю на Верховную Раду, на президента, который говорит, а пальцы буду держать так, ой, слава Богу, может, денежек дадут. Ну, Паниковского. Ну, их тоже выкинут, как Паниковского из исполкома, если вы помните кадры из фильма. Надо перестать помогать стране. Пусть они сами возьмут денежки из офшоров, в экономику, пусть легализуются, в экономику, работают, а если не могут, то пусть уйдут. А если не хотят уходить, смести их с лица земли, они попытаются убежать в свои страны, где они там имеют по два-три паспорта. Ну, что ж, и там их достать из-под земли. Я не хочу казаться очень человеком жестоким. Я против того, чтобы их вешать на площадях. Ну, смертную казнь в качестве расстрела применять обязательно надо. Этот народ не привык жить без палки. Бояться перестали. А демократия – это закон, а не разговоры о том, что мы – европейская нация. Итак, наш некогда европейский город – Одесса, а нынче поселок городского типа с таким же названием. Незаметное мероприятие, которое прошло в Одессе, это визит Порошенко в наш город. Ну, визитом назвать это нельзя, так как он скорее не прибыл, а прошмыгнул. Я видел его кротеж небольшой. Он по Балковской, через Суворова, в порт, там на катерок и на корабль. Называется Гетьман-Сагайдачный. Пустая речь. Пустая речь о штампе, об угрозе, конечно, нападению Российской Федерации на украинские порты. Но ВМС Украина даст достойный отпор врагам. Это из его речи. Я так сижу, слушаю, думаю, военно-морские силы Украины, это флотилия пляжных лодок, согайдачные четыре катера. В общем, короче, здесь же он встретился с американским адмиралом и после этой встречи сходу обратно в Киев, чтобы ни с кем не встречаться из людей, чтобы тихо туда-сюда. В общем, прошмыгнул как туда, так и обратно. Я вот, когда смотрел на него, на этого говнокомандующего, я так думаю, послушайте, какая-то странная ситуация. Вот, Черноморский флот. В 1991 году, когда развалился Советский Союз, по договоренности Украина получила 18,3% флота. Это было 164 корабля, боевых корабля и каких-то вспомогательных судна. У Российской Федерации в соответствии с договором оставалось 669 кораблей, но 255 из них они должны были выкупить Украины. Я смотрю на этого Порошенко и думаю, слушай, а где корабли? Петя, где корабли? Или хотя бы деньги? Ну, где 16 подводных лодок, которые стояли в военном порту в городе Одесса? Вот где 16 подводных лодок. Я не знаю, сейчас, по-моему, одна там стоит, ее боятся под воду спустить, потому что она может просто не подняться оттуда. Где это все? Неужто украли нацменьшинство, а? Петр! Смотрю я на того Порошенко, слушаю его речи и даже уже дивы не даюсь. Даже не удивляюсь, потому что уже все понятно. Единственная мысль, которая меня беспокоит, как скоро он уйдет, чтобы украинский народ вздохнул свободно. Теперь о Труханове. Они очень близки. Порошенко с Трухановым, Труханов с женой Порошенко вышивают крестиком. Порошенко постоянно не дает Труханову привлечь к уголовной ответственности. Труханов все время с чемоданами документов ездит в Киев. дружит. Так вот еще Труханова. Значит, есть такая информация, что Труханов заказал социологические исследования на предмет каково будет отношение одесситов к строительству торгово-развлекательного центра на месте летнего театра. Я вот помню, когда ломали ворота, активисты. Активистов там было человек 150. А еще было 50 зевак, которые фотографировали это девство. И остальные какие-то безразличные. Я боюсь, что это социсследование, которое, наверное, Александр Доброер, о котором я в прошлой передаче говорил, проведет, оно выяснит, что одесситы просто мечтают об этом строительстве. А? Вы знаете, что страшно? Одесса отдала свою судьбу в руки проходимцев. И вот эти вот все рассказы о любви к городу, это сказки свинопасов и пастухов, перебравшихся жить в Одессу к Черному морю. они ненавидят этот город и пастят ему за навозную жизнь своих предков и свои неприходящие генетические комплексы. К сожалению, их 80% в нашем городе. Так что рассчитывать на то, что Одесса возродится, я думаю, надо быть очень большим оптимистом. Я, собственно говоря, оптимист осторожный. Конфликт на парковке. С одной стороны муниципальная стража, с другой стороны какие-то тетушки, а может быть и не тетушки. Кто-то предъявлял журналистское удостоверение, за что получал дубинкой от муниципальной стражи. Ну, речь идет, что на муниципалов напали какие-то лица спортивной наружности. Стоп, сказал я себе. То есть, похожие на Гену Труханова? Не его ли родственники? Ну, это пусть выясняет следствие. Мне всегда это очень смешит, фраза. Следствие выяснит. Наше следствие ничего выяснить не в состоянии. Что еще любопытного, что будет, конечно же, мешать жить Одесситам? Ну, вот тариф на парковках 40 гривен в час. это в центре. А вот возле воды 50 гривен в час будет. Так что, кто на 2-3 часа подъедет туда, готовьтесь. При этом, при этом гурвицы, ох, как мы его не любим. Это целый рубль стоило. Ну, что, из которых большая часть уходила в бюджет. это 50 гривен. Наверное, радуетесь одесситы? Вы же этого хотели? Вы же за это голосовали, а? Поселок Котовска. Ну, и, конечно же, очень интересная информация по поводу того, что мэрия все-таки нашла 237 миллионов гривен свободных средств. У них там в банке лежало, что они выкупят у частной фирмы долг теплопоставляющей нашей организации. Раньше они не могли, пока это было дешево, а сейчас частная фирма купила этот долг, теперь будет его нам продавать. Замечательная, замечательная схема, прекрасная схема. Ну, что сказать, еще одна схема кражи и отката. За что боролись? Сейчас передача закончена, а вы не удивляйтесь, что я с ножом. Дело в том, что, по некоторым данным, в городе ходит убийца, Сергей Стерненко, его имя, это такой, знаете, хрестоматийный убийца, он совершил хрестоматийный убийство. Эти все сказочки, которые нам рассказывают, активисты на него напали. Поэтому я с ножом, потому что, не знаю, подойдет, попросит закурить вечером, тут уж делать будет нечего. Он недавно сообщил Стерненко, что к его машине жучки прицепили. Я думаю, что это сделали осторожные одесситы, чтобы хотя бы знать, где находится Стерненко в какой-то момент, чтобы мы случайно вечером туда не забрести. Я же не думаю, что он ходит без ножа, он же все время ходит с ножом. Поэтому имейте в виду и вы тоже старайтесь как-то так без оружия не выходить на улицу, пока эти Стерненки бродят по нашему городу, а не на своей малой родине или в тюрьме. На сегодня все. До встречи на КПП. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова